МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В воинской части номер 34096 примут участие спортсмены 13 команд. Примерное количество участников около 100 человек. Из них мастер спорта международного класса и мастер спорта России. Спецолимпиада вновь в Ешкар-Оле. С 11 по 14 сентября на стадионе «Дружба» пройдут старты международных открытых соревнований специальной Олимпиады России по легкой атлетике. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья будут соревноваться в таких видах программы, как бег, прыжки в длину и высоту, толкание ядра, метание мяча. Добавили, что Ешкар-Ола уже не в первый раз принимает соревнования специальной Олимпиады. На спортивных площадках столицы Республики проходили состязания по плаванию, конному спорту, волейболу. День спортивных знаний. Накануне 1 сентября на стадионе «Дружба» пройдет фестиваль детского спорта Республики Мариел. 31 августа можно будет задать вопросы руководителям спортивных школ и навести нужные справки. Воочию увидеть практически все виды спорта, культивируемые в регионе. Таким образом, фестиваль детского спорта Мариел можно считать своего рода днем открытых дверей. Кроме того, в это же время на «Дружбе» будет проводиться ярмарка спортивной одежды, будут определены лучшие спортивные школы по номинациям. Начало фестиваля 31 августа в 15.00. Наш спортсмен трижды первый. Атлет из Волжска Данила Муравьев стал победителем первенства России по гребле и кануле. Соревнования проходили в Воронеже с 15 по 20 августа. Данила трижды финишировал первым. На дистанциях 500, 1000 и 5000 метров. Как сообщают воронежские СМИ, результатом Муравьева заинтересовался тренер юниорской сборной России Евгений Карташов. Ариадак Парс продолжает выигрывать. Волжские хоккеисты в рамках подготовки к новому хоккейному сезону провели два товарищеских матча. Подопечные Ильнура Гизатулина играли в Казани с командой молодежной хоккейной лиги «Барсом». Дважды наши хоккеисты были сильнее соперника. В первом матче волжане выиграли со счетом 3-1, во втором – 8-5. На этой неделе Ариадак Парс проведет очередные два товарищеских матча. В пятницу и субботу в Волжске будем принимать Ижевскую и Шталь. На следующей неделе ответные игры в столице Удмуртии. Продолжение следует...